Сегодня мы применим феноменологию нашего дорогого Пифагора, как мы вот в последние дни это делаем, конкретным мероприятием. Какие были мероприятия? Состоялась же 5 ноября революция. Под руководством пародиста юмористического жанра Мальцева Вячеслава Вячеславовича из города Саратова. Парней так много молодых под городом Саратово. Вот эти наши ребята уже четыре или пять лет они призывают по интернету. Пятого, одиннадцатого, семнадцатого, две тысячи семнадцатого. Все выходим, устраиваем революцию. Ну вот по типу Октябрьской социалистической революции. Но у них, конечно, упор не тот. У них одна была цель свергнуть от ненавистного им президента Путина. И все. Ну свергнуть и поставить вот Мальцева на этот пост. Мальцев кто у нас? Он пограничник, у него какой опыт. Защита одного погонного метра границы нашей доблестной страны. Вот ему не досталось приватизировать этот метр границы. А так бы он уже был бы олигархом. И все пограничники о чем мечтают. Чтобы метр государственной границы был лично им принадлежал. Ну тогда вот этот трафик, он свободно там через них будет проходить и весь на воры. Вот пограничник такой, из новой волны. Но он же играл то какую роль то? Он же Ленина из себя представлял. Жил в шалаше, якобы на него были гонения. Он в шалаш забрался где-то. В кавычках конечно в шалаш там. Ну собирал деньги с интернета конечно на шалаш то на это, чтобы там прокормиться хорошо. Ну и вот судя по этой роликам, которые здесь есть в интернете, их не ролики, а арт-подготовки с Мальцем, у него за время заседания в этого шалаше. Пачка такая она круглела, круглела, круглела. И борода так она более солидней, как у Карла Маркса становилась, а не как у Ленина. Вот таким образом. И под конец значит испугавшись преследования со стороны властей за разжигание, значит подрыв власти, он сбежал не куда-нибудь, а во Францию. Где хорошо живет во Франции. Спонсоров у него много оказалось. Идеи его востребованы среди узкого круга, так среднеобеспеченного общества и даже некоторых сильно обеспеченных. Почему? Потому что сейчас власть Путина, власть Лубянки и их товарищей, озерных товарищей из Кооператива озера стремятся немножко подавить. Потому что они засиделись явно вот за эти 17 лет-то, да? И уже там желающие их подвинуть. Почему? Потому что международная обстановка позволяет этому. Со стороны всех стран нерукопожатный стал наш президент нерукопожатный. И встречает его везде плохо. Он там сидит где-то на затворках, а себя девушку корчит такую вот, девушку невинную. И голосок такой тоненький. Мол, я ничего, я хороший, вы меня не замайте. И вот это вот обстоятельство вот позволяет таким вот пограничникам, типа Мальцева, и плюс олигархи сейчас тоже же на стороне будут Мальцева, потому что с 1 января новой санкции вводится в отношении вообще всех компаний, которые сотрудничают с нашими ведущими компаниями. В том числе против тех компаний, которые не находятся в в Соединенных Штатах, а они даже может в Южной Корее находиться, и в других любых местах, в Азии там, и в Атинской Америке, везде, если, значит, будут сотрудничать с нашими вот этими перечисленными компаниями под символом озера там идут, вот эти офшорные дела, то, значит, они перекроют это, и те компании тоже перекроют. А с февраля уже там будут райские бумаги опубликованы полностью уже, по миллиардерам, что у них там в офшорах лежит, и будут арестовывать постепенно счета. Уже начали уже арестовывать. Частично. Ну, сейчас идет вот шантаж такой, что если вы будете свергать Путина и Камарилию, то, значит, вы хорошие люди. А если вы не будете свергать, то мы вас отнимем, как у Каддафи, эти все счета. И вас тоже там к общему знаменателю подведем, так же, как Каддафи и там, Хусейна и так далее, и так далее. Вот такое перед нашими олигархами, вот они поэтому даже и могут цепляться за таких пограничников, как Мальцев, для того, чтобы вот быть хорошими перед Америкой. Но они не будут хорошими. Я уже как-то говорил, что Каддафи-то тоже он стремился быть хорошим. Он и встречался с Сарказией, и Сарказией, вроде бы, как говорится, ручки потерял. Так же Сарказией сюда приезжал, в Кремль недавно, в черную метку привозил там, Владимир Владимирович. Вот так. Поэтому вот такая вот на протяжении нескольких лет уже идет эта разработка. Разработка, наверное, она с 2004 года, как бы иностранцы уже не услышали чисто немецкое произношение от Путина. Он перестал по-немецки говорить, а им это не понравилось, потому что, когда мы говорим на ихнем языке, то, конечно, это всем нравится, когда нам по-русски говорят, допустим, там астронавка американская с нашими космонавтами разговаривает по-русски, нам приятно. Вот так вот. И с 2004 года, где-то, с 2005 года и так далее. А с 2014 вообще уже тут война на Украине и так далее, Украине, Крым и так далее. И все понеслась, понеслась это все. Так. Поэтому вот ситуация эта революционная, она как бы вроде бы складывалась. Но она складывалась, как она в основном диванная была. Вот эта ихняя подготовка, она диванная. И как оказалось, что по сравнению с выступлением вот этого Навального, там вот еще Болотная площадь, это какие-то крохи там собирали людей. Мальцевцы. А когда собирался Навальный, то мальцевцы, они задними огородами уходили от полиции. Мы тут ни при чем, мы просто гуляем. Вот таким образом. Но в то же время, а когда в роликах он выступает, это прям, ну, Ленин, Ленин, Ленин. И цитатами из Ленина сыпит. Вот я в шалаше работаю, улучшаю марксизм, ленизм. Ну, роль личности в истории, конечно, есть. Роль личности, да? Вот это отметим факт. Сначала роль, а потом личность. Вот у нас, в частности, в России, так оно и есть. То есть личность у нас как бы является артистом. Основной это роль. Роль президента. А там кто ее играет, эту роль уже? Там кукловоды могут любого поставить. Ну, похожего человека. Скажем, на Ленина. Вот Мальцева, он с бородой тоже, да? Но обратим внимание, что вот в 2017 году, в этом году, в год столетий революции, Мальцеву исполнилось 53 года. А Владимиру Ленину, когда в 1917 году, как раз в год революции, ему всего было 47 лет. Далее. Если посмотреть, мы опять потревожим нашего уважаемого славимого нами Пифагора и посмотрим психоматрицы. Вот Мальцева и Ленина сравним. Что это за роли личности в истории? Смотрите, вот Мальцев. Что мы тут видим? Ну, это лояльный человек, он со всеми дружит там и с властями, и со всеми. Когда надо, он тякнет, а по приказу. И вот видите, у него вот эти Чубайсовские три шестерки. То есть он может с любыми людьми там, со случайными людьми контачить. И на люкционер он не похож на люкционера. Видите, у него семерка вот эта вот, стабилизец у него. Полная стабилизец. Ну и также вот что отметить. Революционер, он, если за честные права выступает, то у него порядочность есть восьмерки, а тут нулевка вместо восьмерок. И так же логики нету. И энергетики-то нету для революции. Он спит там, вот читает эти лекции от подготовки, он там спит в основном. Что-то там себе под нос бубнитое и непонятное. И в основном матюги одни. Если Ленин это их на тон, то у Мальцев это моветон. Он во Францию не зря поехал, потому что моветон там их любят. Дальше у Мальцева, смотрите, дельта-определитель равен нулю. То есть он хранитель. Он на самом деле охраняет дом вот этот государственный, который он хочет разрушить на словах, а на деле он его охраняет. То есть он является провокатором. Он, скорее всего, провокатор. Вот такие черты Мальцева. Смотрите, Ленин, вот он революционер. Вот это да. Смотрите, у него дельта плюс четыре. Это конструктор. То есть он создаёт новое государство. Он ломает старое, отжившее и создаёт новое одновременно. Советский Союз. Энергетика у него колоссальная. Конечно, для того, чтобы раскачать эту революцию, надо энергию не спать на ходу, как он. И у него здоровье в два раза больше, чем у Мальцева. Ну, эгоизм определённый есть, но не без этого. И революционная вот эта единичка, вот привычки вот этого. Единица – это революционер. Вот это явно революционер. Всё меняет. С семьёй у него тоже не очень шестёрка. А у него, у Мальцева ноль с семьёй. То есть он, друзья для него важнее семьи. Он легко уедет в ссылку во Францию. Желательно. И у Ленина так же с семьёй он долго это раскачивался, чтобы жениться на этой самой своей Крупской. И по секции у него хорошо. Ну, тут, может, и тоже францужных переберут. У него и были любовницы. У него перебор по этому делу может быть. Тем более здоровье позволяло у него. Ну, тоже вот логики нет. Он не знал, к чему это всё приведёт. И если бы знал, предвидел вперёд, он, может быть, не затевал бы это, послушался бы своего учителя там. Вот. И что это? Духовность у него, конечно, единица. То есть его нельзя было пронять вот этими религиями. Он их все отвергал. Сначала надо человеку труда обеспечить нормальные условия. И чтобы общество развивалось. А религии только человека труда, она его ограничивает. И прогресс науки она затормаживает. Так же, как мы видели в средние века, что делали религии. Они на костры всех подряд кидали. Эти храмовники, все эти духовники. И папы римские, что там творили. Даже сейчас вот этот Франциск, он извиняется за них. Я говорю, извиняюсь за всех пап, что они там творили, какие мерзкие дела. Вот таким образом. То есть и Эхнатон, древний фараон-то, он же тоже не спроверг все эти религии, все эти вот идолище. Он поганую не спроверг. Почему? Потому что он был революционер по натуре. Тоже, как Ленин. И Ленин, это, видимо, аватар вот этого Эхнатона, пользуясь терминологией новомодной. Я условно говорю. Ну, все признаки есть. Ну, это похоронен он, как Эхнатон, в пирамидке. Ведь революционеры, они знали, что творили. Какое устройство общества они. Понимали, эти вот люди, революционеры, что от религии надо немножко отойти, чтобы общество начало развиваться нормально. На социалистические рельсы, чтобы встало. Потому что сейчас вот мы видим, что религия делает с народом. Это отупление народа. И они приветствуют, когда у нас образование рушится. И наука рушится. Даже вот эти религиозные фанатики, типа, призывают убивать ученых. То же самое, видите, эти новоиспеченные, там, Стерлигов, Германов, они призывают убивать ученых. Ну, это же мракобесие тоже. Поклонское вот это, что творит. Вот это да. И общество поляризуется в сторону отупления, в сторону деградации. И это происходит на фоне того, что поднимается религия на уровень государственной политики. То есть религия влезла уже в политику. И в экономику встроилась страны, то есть присосалась к бюджету. Это же мы все на примере Ленина видели, или как он к этому относился, если трудно его почитать. Ну, и может даже вот не трудно Ленина там далеко, а вот ролики этого же самого Невзорова, почитать его по поведению, то тоже оно же очень популярно излагает. То же самое, что Ленин говорил на более научным языком непонятным. А Невзоров, он простонародным языком объясняет все там подводные камни, которые у нас сейчас существуют, благодаря вот этой вот извращенной религии и воздвигнутой на уровень политики, государственной политики и идеологии даже. Даже на уровне идеологии. Потому что у нас идеология запрещена по Конституции, но вот вместо идеологии Поклонской нам носят портрет соответствующий. Таким образом видим. То есть шестерочник вот этот вот Мальцев с тремя шестерками и Ленин с пятью двойками, которые энергетика колоссальны, плюс он конструктор, а Мальцев хранитель. Хранитель государства. И разница в возрасте, видите, 47 лет это как раз, а 53 года Мальцев, у него уже борода седая, у Ленина даже, он когда его выстрелили в него, борода у него не была седая. То есть вот это здоровье, две четерки, оно говорило само за себя. И что самое еще с помощью Пифагора, какой вопрос хотел выяснить, выбор времени, восстания. Ведь вот когда посмотришь кино, Ленин в октябре, как там они бились, а на пленами-то закрытый был, там у них пленум, там и камень, в Зиновьев выступали, Троцкий, Сталин. Ну, Сталин там сбоку был еще припеку, а в основном камень и Зиновьев были против этого восстания, они даже выдали это восстание, предательство осуществили, они в какой-то газетенке пропечатали, что вот будем собираться так вот. Ну, как Мальцев, вот он уже заранее сказал число и все. И они выбрали, видимо, вот позже число-то, чем седьмой это назначили. Поэтому Ленин срочно собирает вот это вот политбюро, пленум это ЦК, и выступает там с речью, в которой говорит, что вот если мы выступим вчера, то это было, допустим, рано еще, или сегодня там рано, а завтра будет уже поздно, потому что уже этот срок оглашен, камень и Зиновьев предали этот срок. И поэтому вот мы должны именно сегодня выступить, и это было как раз ночь на седьмой, и должны свергнуть временное правительство. В шестом он выступал, видимо, да? И вот мы, значит, должны посмотреть, что это за числа. Они же ведь характеризуют определенную напряженность, одной той характеристикой психологической у человека. Допустим, этот день для одних плохой, для других какой-то метеозависимый, если люди есть с ними метеозависимые. То есть каждый день он на разных, на массы влияет по-особому. Вот посмотрим мы Ленин, как выбирал. Вот он шестого, допустим, был у них пленом шестого. Он говорит, сегодня еще рано, а послезавтра уже будет поздно. Вот оно шестое семнадцать. Я перечеркнул, это он перечеркнул это число. Это как бы я перечеркнул это вместе с ним. И вот видите, смотрите, здесь самодурство. Есть самодурство определенное, но это не вред революции, да? Самодуры-то они в революцию. И вот здесь вот что плохо? Минус четыре. То есть разрушение было бы гораздо больше в революции, если бы они шестого начали бы вот это. И их затоптало бы вот это быдло. То есть быдло, которое самодурное, плюс фанатическое, фанатизм семерка, и плюс к тому же у них была вот логика. И шестерки привязка к земле, то есть люди вот к семям еще тройка вот это, и двойка вот это вот не давало бы людям выйти на улицы. То есть воины были бы такие, как бы сказать, бодловаторы. То есть самодурство и разрушение главное большое. Вот большой дельта, минус большой, минус четыре. Тут было бы малочисленное. Это большевики еще были малочисленные. Народ-то был за них, но сами активисты, они были потрепаны царской охранкой. Если бы выступить раньше, то они сами бы попали под это, под деструкцию вот этого самой революции. И эсеры вот там, Савенковы, они бы просто их задавили, как клопов. Вот восьмое. Почему восьмого нельзя? Тоже вот я зачеркиваю, видите? Тоже здесь самодурства много, но это для восстания не... Вот здесь есть, видите, нулевки все вот сплошные. Это рептилоидный день. 2-2-0-7. Это то есть R-комплекс. Вот день R-комплекса. Плюс к тому же вот управление непорядочных людей. То есть это заведомо невыигрышный день для назначения революции. Это контрреволюцию можно назначать, рептилоидную вот эту можно было. Вот так вот. А здесь день обыкновенных людей, ну вот как был бы Мещан. Мещан. Здесь нет рептилоидного ничего. И Мещанский день, он тоже плюс деструктивный. Но все бы разграбили там, что возможно. И вот седьмое, когда он назначил, видите. И, кстати, удачи здесь особенно не было. Вот здесь семерка, видите, одна. И тут семерка одна. И две восьмерки. А он назначил, видите, вот именно вот седьмое. Почему седьмое и семнадцатого? Здесь три семерки. Это ангельский день. То есть вот этот ангельский день, он и помогает осуществить революцию. Плюс это не рептилоидный день. Это не их день, не рептилоид. Хотя тоже самодурный день. Вот. Логики тоже нет. И в то же время вот привязки к семье нет. Видите, единица. То есть могут, семейные могут выйти спокойно. Оторваться от семьи, совершить эту революцию. Плюс вот это много целей тоже. И туда надо и телеграф, и почту, и то, и то, и то рассыпаться везде. Вот. И четвёрка, а четвёрка, это молодёжь. А в сексуальном плане там найти себе вторую половину, вот они выйдут, хоть днём, хоть ночью выйдут в эту революцию, как в любовь. Вот так. Вот это самый оптимальный день, который он выбрал как раз для революции. Особенно здесь хорошо, что везение. Везение. Ну, а фанатизм здесь нужен для революции определённый. И плюс, самое главное, то, что это малая деструкция. Дельта, минус единица всего. То есть там было порушено несколько выстрелов из Аврора, и это правительство временное было арестовано. Там убито было один-два человека всего. А если бы шестого начали, там были бы убийства уже тысячами. Здесь была бы уже полная фиаско у большевиков. Они бы смешались вот в этой всей катавасе этих всех убийств и грабежей. Вот таким образом. А восьмого тоже нельзя, потому что управление уже непорядочных людей, и это рептилоидный день, это контрреволюция их бы задавила. То есть их бы масоны задавили. Вот эти рептилоиды. И плюс к тому же дельта равно нулю у этого восьмого дня. Тут как раз хранители выступают. Больше хранителей. Они охранят, и большевиков от малочисленных отряд, они быстро их рассеют. То есть вот даже, глядя на эти матрицы преобразования, сейчас мы можем назвать преобразование Пифагора. То есть когда определенное число, восьмиразрядное десятичное число, оно преобразуется в матрицу 3 на 3. А в свою очередь эта матрица преобразуется в другое число. Тоже, значит, восьмиразрядное, которое характеризует другие вспомогательные характеристики. Как-то фанатизм, там, привычки, секс, деньги и так далее, и так далее. То есть вот такое вот двойное преобразование. Преобразование, значит, восьмиразрядного числа в матрицу 3 на 3, а потом в матрице 3 на 3 преобразуется в восьмиразрядное число, характеризующее вспомогательные вот эти психологические признаки. Таким образом, вот мы видим, что не какая-то была не революция, это была чисто пародия, как Маркс и говорил. То есть это сначала серьезно, а потом в виде фарса. Каждая история повторяется дважды. Вначале по-серьезному, а вторую заход в виде фарса. Ну, этот фарс был, видно, заготовлен, 4 года нам долбил этот Мальцев, что вот 5, 5, 11, 17, 2017. Как видно, это было чисто провокацией. Ну, и как личность, вот Мальцев, он не приспособлен, естественно, для революции. А он вот как охранник, он, да, вот охранник границ, он и пошел пограничники, потом в МВД пошел охранять, должен вот эту систему-то. А он ее начал раскачивать. Вот таким образом. А Ленин отличается тем, что это, ну, на самом деле гений. И Пифагор говорит, что это гений и созидатель. Он вовсе не разрушитель был, потому что к разрушению их подвигли вот эти, белый террор. То есть там убийство посла Мирбаха там, и посланников наших тоже убийство, дипломатов. И вот этот террор, вот Савенковский, да, белый этот террор. И сыры там участвовали, и меньшевики, и в то же время и генералы эти. Охранка вся царская, которая еще сохранилась. Вот поэтому на белый террор был отвечен красным террором. И вот здесь уже не матрица Ленина сработала, а его уже вывели из строя. Ленин-то как конструкторы. Он успел только вот до 18-го года, там немножко протянул, создал вот это СССР. РССР, потом СССР. А дальше он просто болел очень много и редко появлялся на публике. И в основном уже другие силы, то есть он основную работу совершил. А дальше уже это потекло по накатанной, по согласно его теории. Ну плюс с добавлением вот это Маркса, Ингельса и Плеханова. И симбиоз вот этих вот теорий был выстроен. И дальше покатилось вот на 70 лет, это завертелось. Но опять же было все оно нацелено на личность, личностный фактор. И пока Ленин был вот до 1924 года, а потом после 1924 года, там же ведь не поймешь что, борьба какая за власть пошла. И он тут сыграл вот своим завещанием тоже, не передал-то вовремя, он колебался. Сталина раскритиковал, наоборот тех поднял, которые потом оказались предателями. Бухарина всяких камней в Зинове, которые уже неоднократно предавали. Вот, он их начал хвалить, к себе приближать. А Зинове вроде как теоретик Бухарина и так далее. А молодежь типа Сталина, она была на вторых ролях до, по сути говоря, до убийства Кирова. И где-то только начиная с убийства Кирова, уже вот эта Сталинская гвардия начала работать на уничтожение вот этих всех вражеских сил, которые за откат были к капитализму в буржуазной республике. Вот, ну и дальше войны, непрерывные войны. В этих непрерывных войнах человеческий материал израсходован был. Основной, ценный, самый что, кадры. Он уже сам понимал, что кадры решают все. И он эти кадры, они расходовали, ну, варварским способом. Ну, поэтому, видимо, вот пока они жили, и все это дело существовало. А дальше оно просто начало разваливаться, и страну постепенно разграбляли. И вот сейчас вот до чего докатились, что у нас страны-то и нету, она вся в офшорах зарегистрирована. Будем ждать февраля, мы теперь посмотрим, кто там у нас в офшорах наследил. Уже там опубликованы эти списки, полностью опубликованы все офшоры. Ну, не только по наших стран, но и других. Даже вот королеву Англии там уличили в махинации с офшорами-то. Что она действовала неправильным образом. Поэтому достанется всем. Будем следить за встановкой. Вот сейчас мы вывод какой сделаем. Что Пифагор, несмотря на, вот, казалось бы, смешное, ну, что там вот закон всемирного притяжения, что это там формула такая. М1 на М2, там на Р квадрат, еще коэффициент этот, G, гравитационный, постоянный. Откуда она взялась-то? Ну, вот Ньютон выдумал там, Ковендиш, вычислил этот G коэффициент. И начали все поясы, вот летает сейчас космос, кругом летает эта формула всемирного тяготения, она работает. Ну, это же тоже феноменология. Это же тоже феноменология Пифагорова. Многие вот, вот, гадаешь ты, ты гадаешь, вот мне тут один умный человек, ты гадаешь на матрице Пифагора. Ну, не надо путать, что такое гадание. Гадание, вот, у меня колода карты, я открываю произвольно, случайно, то есть, в каждом гадании имеется элемент случайности. Или я вынимаю карту, или я подкидываю монетку, или я этот кубик подкидываю шестигранный. Или какую-то кручу колесо луле-лалия монаха. Вот это элемент случайности, поле чудес. Ну, здесь случайности нет, у нас формула есть определенная. Формула так же, как преобразование. Я говорю, что преобразование вот восьмиразрядного десятичного числа в матриц 3х3, а из матрицы 3х3 в другое восьмиразрядное число десятичное. Всё, таким образом я ответил, тут нету никакого гадательства. И будем пользоваться, вот сейчас мы видели на примере Мальцев-Ленин, что Мальцев плохо играет Ленина. То есть некоторые артисты, они, Щукин, например, был артист, он хорошо играл Ленина. А у Мальцева это плохо получается. То есть мы его и назвали как шалаш этот Мальцев. А Ленин, это на самом деле их на тон. Открыл нам дорогу в светлый путь всего человечества, социализм. К чему мы и будем стремиться. Это и есть настоящая революция. То есть она сейчас где у нас, настоящий социализм-то? Как ни странно, в Северной Корее только и остался. Даже в Китае его нету настоящего. А вот в Северной Корее есть. Но благодаря чему? Благодаря поддержке, конечно, Китая. Здесь следует отдать должное. Но там настоящий социализм. Привет Северной Корее. Держитесь, ребята. И нам того же.